Всем привет! В эфире ОТС программа «Спортобзор» и я, ее ведущий Михаил Якимов. 42 новосибирских спортсмена вошли в сборную Сибирского федерального округа на международные игры «Дети Азии». Это значительно больше, чем на предыдущих таких соревнованиях два года назад. Тогда в команду округа отобрались 25 представителей нашего региона. Сибирикам предстоит защитить титул сильнейших. На предыдущих играх они собрали больше всего медалей. Новосибирцы выступят в 16 видах спорта из 24. Мини-футболе, тэквондо, баскетболе 3х3, стендовой стрельбе, волейболе, греко-римской борьбе, настольном теннисе, плавании, танцевальном спорте, дзюдо, боксе, самбо, шахматах, вольной борьбе художественной гимнастики и борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Они составят четверть от общего числа участников в сборной Сибирского федерального округа. Всего в команде 160 спортсменов из 9 регионов. Итоговая заявка на соревнования сформирована. Последними отобрались представители легкой атлетики и художественной гимнастики. Восьмые игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля на их родине, в Якутске. Именно там соревнования прошли впервые в 1996 году. Помимо сборных трех самых восточных федеральных округов нашей страны, Якутии и Москвы, на восьмых играх ожидают участие команд со спортсменами до 17 лет из 13 иностранных государств. А пока юные атлеты, которые тренируются в специализированных спортивных школах, будут соревноваться на одних из крупнейших детских состязаниях года, в Новосибирске смогут посоревноваться любители активного образа жизни. Открылась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел», которая пройдет 29 июня на Михайловской набережной. На трассе длиной около 4 километров разместятся более 25 различных препятствий. Соревноваться спортсмены будут в командном зачете. Состав команды – 4 человека. Как минимум один из участников должен быть противоположного пола. Зачет будет в трех группах – воспитанники патриотических клубов, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины в двух группах – профи и любители. Для того, чтобы принять участие, требуется предоставить допуск врача, оплатить вступительный взнос и пройти электронную регистрацию. Все подробности и ссылки есть в официальной группе «Сибирского предела» в социальной сети ВКонтакте. Сама гонка 29 июня на Михайловской набережной начнется в 10.30. А тем временем в Новосибирске завершились состязания сотрудников одной из силовых структур. В нашем городе прошла вторая в истории спартакиада следователей. Год назад команды Сибирского федерального округа соревновались в Красноярском крае. Теперь 9 региональных сборных приехали в Новосибирск. На протяжении двух дней за состязаниями следил мой коллега Михаил Дорошенко, который расскажет, кто поедет отстаивать честь Сибирского федерального округа на всероссийском финале. Спортивные комплексы «Север Электрон» и бассейн «Нептун» на два дня – центр сбора работников Следственного комитета России. Сегодня здесь практически нет людей в кителях. Все в спортивной форме. Девять команд со всего Сибирского федерального округа сражаются за путевки на всероссийский финал спартакиады, который пройдет в Тульской области. На самом деле уже второй год в Следственном комитете проводятся подобные мероприятия всероссийского спартакиада. И действительно она дает нашим сотрудникам поднять боевой дух и межведомственное укрепление, укрепить связи между регионами для успешного выполнения задач по службе. Дружба – это в работе. А вот на площадках все по-другому. Во всех шести видах идет настоящее сражение за право представить регион в составе сборной. Чемпионов выявляют в шести видах баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, легкая атлетика и мини-футбол. И здесь второй год подряд практически во всех видах первыми становятся следователи Иркутской области. Мы очень благодарны организаторам спартакиады и отборочного этапа в Новосибирске. Очень тепло встретили, замечательно все организовали. Ну и, как мы говорим, спортом занимаются все, а выигрывает Иркутская область. Задача одна – достойно выступить, представить Сибирский округ и постараться победить. А в прошлом году кто-то из ваших спортсменов в сборную попадал? Да, сборная округа формировалась на базе следственного управления по Иркутской области. Ну и надеемся, что в этом году мы поддержим. У сборной Иркутской области четыре первых места по одному, второму и пятому. Как итог, победа в общем зачете. Ну а вторыми стали красноярцы. И часть спортсменов этой сборной также поедут отстаивать честь Сибирского федерального округа в Тульской области. Наверное, не хватило немножко упорства в теннисе и в футболе. А остальном было все прекрасно. Все замечательно. Наши ребята молодцы. Мы боролись как можно быстрее, сильнее, выше, как говорится. В любом случае, мы молодцы. Не так уж и обидно. Второе место – это тоже очень почетно. Победители определены. В ближайшее время из сильнейших команд будет сформирована сборная Сибирского региона. А пока есть время немного отдохнуть перед поездкой в Тулу. Кстати, в Новосибирске за попадание в сборную в девяти командах боролись больше двухсот следователей. На сегодня это все о спорте. В студии работал Михаил Якимов. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok